Утешение 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 Божью любовь мы можем увидеть Настолько глубокую милость Настолько глубокое Прощение Мы иногда совершаем поступки Проступки, грехи Мы очень много неправильного Видем в нашей жизни, но Господь Настолько, как Диана сегодня Пел, как мы пели Господу Его любовь, она безмерная Все поглощающая, все покрывающая Нам трудно представить, но Бог Возможно, может сделать все Абсолютно особенно с нашими душами С нашими сердцами Аминь Аминь Слава Ему Дорогой Господь, благодарим Тебя За Твою милость, за Твою любовь И Сегодня у нас такое интересное будет Не знаю, проповедь, семинар Практическое занятие Если вы хотите, вы можете поближе сюда сесть Вам будет удобней И мне будет тоже удобней Потому что будет интереснее с вами общаться И с вами разговаривать Вначале, прежде мы так интересно Перейдем к разным Практическим занятиям Вначале мы с вами Хотелось бы прочитать Местописание Я прочитаю из Евангелия от Иоанна 15 главы 15 стиха Даже чуть-чуть пораньше С 13 стиха Иисус говорит Нет больше той любви Как если кто положит душу свою За друзей своих Вы друзья мои Если исполняете то, что я заповедую вам Я уже не называю вас рабами Ибо раб не знает, что делает Господин его Но я назвал вас друзьями Потому что сказал вам все Что слышал от Отца моего Вы знаете, у нас такая тема сегодня Ну вот как бы Вот вроде местописание Про детей опять Я ее так назвала Дисциплина без слез Или воспитание в понимании Когда слышишь слово дисциплина Ну это так, возвращаясь к ассоциациям Дисциплина Какие ассоциации у вас возникают? Армия Линейка Ремень Еще что, да? Порядок Порядок, да Ну, чаще всего не очень позитивные, я скажу, вещи, да Но на самом деле дисциплина – это хорошее слово Дисциплина – это слово Если его разбирать по частям, переводить И, так скажем, сейчас на обывательский язык переводить Это просто воспитание Вот как бы нам смешно ни казалось Дисциплина – это воспитание А что такое воспитание? Это воспиталка в детском саду Учительница с линейкой в школе, да? Нет Воспитание – это то, что мы с вами можем делать Это обучение Взращивание Кормление Присмотр За нашими детьми Какие бы они ни были Маленькие они или возрастают у нас Становятся взрослыми Такими самостоятельными Но тем не менее То есть дисциплина – это у нас Это не негативное слово Это просто воспитание Это то, что мы должны с вами делать с нашими детьми Мы их должны обучать Мы должны их покормить Мы должны их одеть Мы должны за ними смотреть Это все очень даже, так скажем, обычно Обыденно То, что происходит каждый день Но часто, когда мы вот говорим Ну или там какие-то занятия Когда я обучалась У нас были такие предметы, как Психология возрастная детей Или воспитание детей Там дошкольного возраста Или воспитание детей Школьного возраста Еще что-то То это казалось слишком Ну Учено Научено И не очень понятно И когда у нас что-то происходит Ну вот у всех же разные У кого-то сейчас есть дети У кого-то были дети У кого-то внуки И когда мы смотрим на наших детишек То иногда нам кажется, что наши дети Ну или дети наших знакомых Или дети наших друзей Они абсолютно невоспитанные Кажется Ну это вообще Или иногда идешь со своим ребенком И так немножко отходишь В данной ситуации В стороночку И думаешь Ну это не мой ребенок Извините Я тут не знаю Мальчик или девочка Они просто мимо пробегали А я тут как-то рядом Да и кажется Они Ну Не с нами Не может такое быть Да И это все как-то вот Ну тяжело Накладывает такое особое бремя Родительство Вы знаете Я вот Так скажем С небольшого своего опыта Родительства Хочу сказать Что воспитание Дисциплина Обучения Может быть очень веселым Радостным И интересным Как бы нам ни казалось Даже когда касается Какого-то нежелательного поведения Негативных эмоций Наших детей Или еще каких-то Неправильного поведения В общественном месте Нет Даже если это происходит Оно может быть Абсолютно Интересным И радостным А все-таки серьезное Давайте хоть улыбнемся Немножко Да Мы с вами еще потом поиграем Почему нам тогда Иногда это кажется Очень серьезным Невыполнимым Чаще всего И непонятным Почему Как вы думаете Ну вот например Такой пример У нас Что происходит на Урале Погода Она всегда разная Как вы думаете Вы можете повлиять на погоду Но если мы все с вами вместе Вдруг подумаем Подумаем так И решим Чтобы погода завтра была хорошей Мы как-то можем с вами повлиять На процесс Ведь никак не можем Я даже больше того скажу Если будете молиться Вы тоже чаще всего Не можете повлиять никак Правильно У нас все-таки Один единственный Кто может влиять И слава Богу Он независимый от нас Он сам по себе Он всемогущий И он сам распределяет погоду Ну что с вами мы можем С нашей стороны сделать Как вы думаете Подготовиться То есть мы с вами Во-первых Что мы можем сделать Первое Мы с вами Выяснить Открыть телефон Интернет И посмотреть Какой будет прогноз погоды Так Ну конечно Редко бывает Совпадает прогноз погоды Но я вот например Для себя выбрала Один портал Который чаще всего совпадает Я утром Прежде чем выйти из дома Я его смотрю То есть первое Что мы должны с вами Узнать Узнать Да Второе Что мы с вами должны Уже кто-то сказал Одеться по погоде Правильно То есть мы не можем с вами Зная что будет снег Выйти в сланцах Да Или в шортах И пойти Ну мы можем Но это будет глупо Так вот Когда мы с вами Говорим о воспитании детей Ну или о дисциплине Мы сегодня будем Говорить о дисциплине То бишь В кавычках О воспитании С радостью То мы с вами Должны первое Мы должны узнать Что это такое Это первое И второе Подготовиться к этому Чаще всего Родители Опытным путем Ну годам так Пяти Да Уже начинают понимать Как им Особенно Как им себя вести С детьми Как их научить Чему-либо То есть семья Это любовь Это тепло Это никак не рабство И никак не слуги И когда мы с вами Пытаемся Подавить Авторитетом Своему ребенку Или своим словом Просто я сказал Ты так не будешь делать Да И ты не будешь делать То это будет неправильно Потому что Господь хочет Чтобы мы Относились к нашим детям Как он относится к нам И мне для одного Примера Нужен доброволец Любого Любой Кто хочет А мне стульчик Жень нужен И пакетик Ну что Есть у нас добровольцы Я назначать Юра такой интересный Ты куда-то туда показываешь Не на себя Ну давай Выходи тогда Ну как это Знаешь Как в школе бывает Спрашивают Кто виноват А все так Он Вот А ты мне Жене поможешь Поставь Ты мне поможешь Просто неудобно будет Вот представьте Вот у нас такой ребенок А может как-нибудь Сейчас я кафедру Смешно, да? Но не важно Дети, кстати Это же бывает Не обязательно возраст Вот И что происходит Что мы делаем С нашими детьми Когда мы Мы их пытаемся Воспитывать Обучать Или как-то вот Подавлять Своим авторитетом Мы что говорим Вот он у нас Пошел гулять Мы ему говорим Не ходи здесь Да? Давай Ноги ему привязывай А чем хочешь Мы говорим Не ходи Ты вон туда не ходи Вот туда и не лезь Ногами Вот не смей мне туда Ногами ходить Да? Вот мы вот С вами Вот так ножки привязали Что мы еще иногда С вами говорим Когда ребенок Ну это бывает естественно Да? Ребенок Он тянется куда-то Там пальцы попытается Да? Засовывать Еще что-то делает Или там Берет какие-то вещи У мамы Да? Мама там Говорит Я тебе сказала Эту кофту не трогай Не трогай ты эту кофточку Тоже понимаю Вот Они у нас берут Да? Мы говорим Не трогай Руки Не бери Свежие руки Что мы еще с вами говорим Что мы еще с вами говорим Очень часто Нашим детям Не смотри Я тебе сказал Не смотри Не смотри Закрой глаза Да? Закрой же И рот Посиди Как вы думаете Как вы думаете Могут ли наши дети Обучаться Чему-то Узнавать что-то новое Или как-то развиваться В таком состоянии Это возможно Как вы думаете Юра Ты можешь что-нибудь Сделать сейчас Как бы нет Как бы нет То есть на самом деле Ребенок Наши дети Они познают этот мир Они вырастают Для того Чтобы им узнать Ну все Не мучай Юру Да Можешь его развязать Пусть мир идет Узнает Вот Чтобы им Как-то Нужно все узнавать Они не могут Для того Чтобы им Узнать Какая трава После дождя Им нужно потрогать Траву Почувствовать Она мокрая Да? И они знают Что когда дождь прошел Или утром Да? Когда роса На траве То есть им нужно узнать Или им нужно узнать Вот эта лужа Глубокая Или неглубокая Как они узнают? Они должны В эту лужу Залезть Да, конечно Там она Если глубокая Она там по ботинке Или там по сапоге Внутрь нальется Но они узнают Что когда она глубокая То ноги будут мокрыми Но об этом они узнают Тогда Когда они В нее зайдут По-другому никак Конечно В силу своего возраста Если там они Пальцы в розетку засовывают Или там что-то Шпильки Вот Мы вынуждены им Объяснять Показывать Не давать им это делать Но все равно Вот эти наши запреты Эти наши Вот это авторитарное слово Без объяснений Когда мы говорим Нет Нельзя То это Никак Не влияет На воспитание На обучение На развитие наших детей То есть Это не получается И сейчас Мне хочется сказать О нескольких мифах Которые есть О воспитании Ну Которые вот люди думают Родители думают Многие Что это Правда Первый миф Если вот все Вам не покажут Не забудет Первый миф Если родитель Искренне любит Ребенка Тот автоматически Будет хорошо себя вести И в таком случае Надобность воспитания И дисциплины Отпадает Еще раз Плохо воспитываешь Ну Непрофессионал В своем родительстве Да И второе Что ты можешь подумать Что Наверное С этим ребеночком Что-то не так происходит Но на самом деле Это не так Это миф То есть Дети Которые ведут себя Вот таким образом Они Хотя Несмотря на то Что родители их любят Они себя могут Плохо вести И это нормально То есть Нельзя думать Что если Если родитель Любит своих детей То дети будут всегда Хорошо себя вести Их воспитывать не надо Это неправда Дети могут себя Плохо вести Второй миф Достаточно Просто Любить ребенка И нет необходимости Учиться Быть родителем Вот Прошлый раз Я говорила Что Как-то странно Полагаться Вот только Ну На эту мысль Что ты просто Любишь А быть родителем Учиться Тебе не нужно То это тоже Неправда Ты Автоматически Не можешь Ну Быть Как бы вот Просто ты взял Да так же точно Если ты С ребенком День не проводишь Не общаешься Не читаешь Книжки с ним Просто в конце Дня Перед сном Ты за него Молишься Пять минут И все нормально И хватит В общем-то Ты за него Помолился Пять минут И думаешь Что все Нет Конечно же Ты целый день Заботишься о ребенке Ты с ним находишься Общаешься Что-то делаешь Не бывает так Что ты просто родитель Просто его любишь И ничего не нужно делать Некоторые думают Что это очень сложно Научиться Быть хорошим родителем На самом деле Вот эти навыки Воспитания И некоторые методы Формы Ими можно научиться Пользоваться Я вам потом Просто расскажу Некоторые методы Ими Можно Самому В силу своего опыта Такие методы Найти Понять Что работает На твоем ребенке Или на других детей А можно Позаимствовать Где-то В литературе Или в опыте Другого человека Третий миф Хорошие родители Никогда Послышали Это Оля Слышишь Никогда Не выходят из себя И не кричат На своих детей Вот такое вот есть Правда это Все хорошие родители Как вы думаете Я хочу сказать Все хорошие родители Выходят из себя И кричат На своих детей Я не хочу сказать Что это правильно Или хорошо Но в этом Ничего плохого нет Мы часто Очень с вами Переживаем За какие-то вещи То есть Для нас Ну проступки Наши С вами Они имеют Большое значение Иногда нам кажется Что мы что-то делали Например Крича Или Ну вот так бывает Что все Все не задалось С утра И в конце Еще что-то происходит И ты закричал Что твое Так скажем Сердце Течение Течение Нашей Сущности Что я могу Поделиться Собственного опыта Я так скажем Тренируюсь Некоторые спрашивают Как мне не кричать Как мне не кричать Я хочу вам Поделиться Двумя способами Которые я Изобрела для себя Первый способ Это вообще Касается всего Если вдруг Тебе захотелось На жену Или на мужа Закричать Ну так бывает Тоже Или еще что-то сделать Или выйти из себя Первый способ Я просто ухожу Ну все Я даже объявляю всем Я не в смысле Совсем ухожу Чемодан собираю Ухожу Я например Из комнаты Ухожу в кухню Я говорю Все Я ухожу И ухожу И ухожу Ну минуты две Там пять Десять В зависимости Как я из себя вышла Я побыла И вернулась Все хорошо А еще есть один способ Со мной поделилась Одна Женщина Психолог Она говорит Что нужно Поменять Как сказать Поменять себя В пространстве То есть Когда Мы выходим Из себя И хотим кричать Ну что-то произошло Из ряда вон выходящий Потому что Иногда Конечно Когда у наших Дети маленькие Мы Ну мы если и срываемся Да Как-то Ну негативно Что-то делаем Кричим мы не сильно Когда дети наши Вырастают Совершенно все По-другому происходит То наше Возмущение Наше непонимание Ситуация Оно сильнее Вот И когда оно Сильно очень тебя Переполняет И ты не можешь Со своим гневом Справиться То ты Так скажем Аллегорически Занимаешь очень сильно Большое пространство В помещении Тебя много становится Ты можешь взорваться И для этого Нужно Себя сделать Меньше пространства Что я имею ввиду Например Если вы стоите Сесть на стул Если вы сидите Лечь на пол Я скажу Тоже очень сложно Кричать Шуметь И в общем-то Ругаться Или еще что-то делать Вот Но вот я Обычно выхожу То есть Из помещения Выхожу в другое помещение Но хочу сказать Чтобы вы не думали Что вы плохие родители Только из-за того Что вы иногда кричите Хорошо И последний миф Который Ну их так-то много очень Я вот так для себя Как бы взяла четыре Если супруги любят друг друга И у них крепкие отношения Их взгляды на воспитание детей Совпадают Это тоже очень большой миф Какие бы ни были взаимоотношения В семье хорошем Между женой и мужем То их взгляды На многие вещи Не только на воспитание детей Могут быть разными На все касается То есть Могут быть Такие Так скажем Разногласия Но опять же Все В нашем понимании То есть Можно всегда найти Компромисс Того что происходит Это особенно касается мам Как-то папам полегче А мамы Когда особенно папы Пытаются воспитывать Своих детей Пытаются У них проявляется Материнский инстинкт Им нужно Своего ребенка Защитить То есть Мама когда воспитывает Сама Она может Все Иногда бывает Ну все И закричать И рассердиться Но когда Кто-то Со стороны Пусть даже папа Пытается наругать Или что-то Ну как бы вот Что-то запретить То что она разрешает То всегда хочется Ну это я вот Лично про себя Если это не про вас Хочется Как-то Как тигрица Вступиться За своего Детеныша И его защитить Вот Вот этого делать не стоит То есть Всегда нужно быть Последовательным Никогда не отменять Даже если Вам кажется Что наказание Оно немного неправильное За этот проступок Нельзя было Вашего ребенка Наказывать Это касается Не только маленьких детей Но и взрослых детей Например Иногда кажется Ну вот Ты например Можешь разрешить Ребенку Своей дочери Взрослой Гулять До Десяти часов Ну или до девяти Да До девяти А допустим Твой супруг Или супруга Разрешили до десяти Гулять То есть Ну как бы Существенно Да Ты ждешь в одно время А дочь Она молодец Она в это время Параллельно позвонила Папе Спросила Папа Можно я все-таки До десяти И папа Разрешил до десяти Но мама Это ждет в девять А в девять То ее нет Почему? Потому что Папа и разрешил То есть Конфликт Конечно Тут не стоит Выяснять это все При детях Это нужно Договариваться Друг с другом То есть Все должно быть Последовательно Но разногласия Они могут быть И это нормально Дальше Чтобы перейти Конкретно Тому что От нас требуется К воспитанию Я хочу сказать Что конечно Воспитание Мы уже говорили Об этом Это труд Это не просто Так скажем Качество Нашего характера Это не Те чувствования Которые Господь Вкладывает От нас Это наши решения То есть Мы Пока ребенок Растет Пока наши дети Растут Мы с вами Каждый день Принимаем решения Они бывают Маленькие Незначительные Когда касаются Допустим Что им одеть Во что их одеть Чем покормить Но это И бывают Жизненно важные Решения Которые Мы принимаем С вами И эти Решения Они зависят От нас Мы их Принимаем И Когда мы С вами Их Принимаем Очень часто Мы их Принимаем В разных Так скажем Настроениях И ситуациях В которых Мы находимся И мне кажется Для того Чтобы Как-то Обращаться К детям К их поведению Мы прежде всего Должны Посмотреть на себя На наше С вами Так скажем Состояние наших сердец На наш характер На наше поведение Как мы с вами Это делаем И вначале Хочу еще Прочитать Прежде чем Из Ефесянам Шестой главы Послание К Ефесянам Шестая глава И там Написано Ну со второго Стиха Прочитаем Ну так Очень Родители Очень любят Почитай Отца твоего И мать Это первая Заповедь С обетования И дальше Мы читаем И вы Отцы Не раздражайте Детей ваших Но воспитывайте Их в учении И наставлении Господнем Что нам Предлагает Павел Ефесянам Он нам Предлагает Для того Чтобы дети Были послушны Мы с вами Не должны Их раздражать А мы С вами Очень часто Их раздражаем Что такое Раздражать Кого-то Это просто Быть раздражителем То есть Вы берете Вот например Если физически Попробовать Можете соседа Пораздражать Пощекотать Поцарапать Чуть-чуть Раздражать Ощущения Ваши Сидит Раздражитель Или например Когда ты хочешь Спать Или что-то Ты делаешь А твой сосед Он что-то Ремонтирует Раздражает Правильно Физически Раздражает Даже вот Взрослых И мы с вами Также очень часто Мы Не можем понять Почему наши дети Нам не послушны А мы сами Ну являемся Раздражителями Раздражаем их Разными вещами А почему мы с вами Являемся Раздражителями Потому что мы Часто очень сильно Являемся Сами Как бы реагируем На другие Раздражители Которые есть В нашей жизни То есть мы Как лакмусовая бумажка Мы как какой-то провод Который Подключили И раздражает И мы с вами Тоже на выходе Даем Как там Получили Так и выдаем С вами Такое раздражение И вот у меня Несколько ей советов Для того Чтобы нам С вами Поменьше Быть такими проводами Быть такими Раздражителями Первое Чаще расслабляйтесь И меньше переживайте Сложно, да? Но я думаю Что каждый из вас Знает какие-то Способы для себя Чтобы снять Это раздражение Чаще расслабляться И меньше переживать Это чисто Духовная Так скажем Веща Это то Что нам Помогает Вещи Которые помогают Нам в покой Божий Входить Когда мы С вами Находимся Под Божьей защитой Под его Там скажем На его скале Да Мы убегаем К нему И Бог Охраняет И мы Пребываем В безопасности Тогда Мы Именно Испытываем Такое Скажем Минимум Раздражения Следующее Научайтесь Получать Удовольствие От игры Почему я Такую Выбрала Потому что Наши дети Они Ну Очень У нас У многих Они вначале Бывают Маленькими Есть люди Вот Есть среди вас Те Кто любит Играть Ну Юра Любит Молодец Так Значит Вопрос Так Есть Кто Не Любит Играть Так А что Я не Поняла Так Давайте Еще раз У меня Не получилось У меня Кворум Не собрался Ни первый Ни второй Раз Кто Из вас Не любит Играть В игрушки Ну Вот В игрушки Вот у вас Игрушки Игры Кто не любит Играть Так Хорошо А кто Любит А Смотря какие Игры Не Иммагинариум Я тоже Люблю Не Монополия Нет А в детские Игры Когда Тюти Пути Ля 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 Когда Мальчик Туда Зайчик Туда Когда Лего По квартире Расставлено Когда Игрушечки Вот эти Машинки Ездят Нет Когда Куклу Заворачивают Потом Разворачивают Потом ванну Мыть Нет Я честно вам скажу Что я не очень люблю Играть в игры Вернее Не люблю Но Я знаю Так как я сама не люблю Что можно научиться С удовольствием Играть в игры И с детьми Обязательно нужно Выиграть в игры Это касается Разных детей У детей У всех Есть желание С вами поиграть Сколько бы им лет не было Два года Год Десять лет Они будут с вами играть Если вы будете с ними играть Но тут действует Какое правило Вы не должны Именно раздражаться Как Что мы делаем иногда Когда играем Что нас раздражает Ну Мы переключаемся На что-то Мы например Включенный телевизор С кино С интересным И мы играем Да Или например Мы в интернете И ногой машинку Вот так вот катаем Да Или например Мы варим суп на кухне И куклу заворачиваем Тоже успеваем Нет Так не пройдет Для того чтобы научиться Любить играть И получать от этого удовольствие Должна быть Вовлеченность в игру Это такой закон Вот вы попробуйте Поиграть И вот начните С таких игр С ходилок То есть Если вы в нее Вовлеклись Не отвлекаясь На какие-то внешние Показатели То вам понравится Играть Это очень важно Я вам скажу Что у вас сразу Будет намного интереснее Вы тогда Будете очень радостными Следующее Посмотреть на мир Глазами ребенка То есть нужно Всегда уметь Смотреть на мир Глазами ребенка Чтобы его не раздражать Какой бы он ни был Угловатый С длинными ногами С длинными руками Весь несуразный Может быть худой Может быть уже не очень худой Но вот он такой Какой есть И всегда нужно Смотреть на мир Его глазами Не знаю как Вспоминать себя В его возрасте Читать какую-то литературу То есть Видеть все Так как он видит Когда мне было Уже слышали Но на всякий случай Еще раз Когда мне было 15 лет Я помню Очень хорошо Как мне было трудно жить В плане чего Например Я смотрела в окно Видела солнце Небо голубое Думаю Как здорово Пойду погуляю с друзьями Пойду к подруге домой Моя подруга Заготочная Жила Мне нужно было Так выйти из подъезда Пройти вдоль дома Завернуть за аптеку И был ее дом И я вот смотрю Погода хорошая Настроение хорошее Я выходила из дома Заходила Значит за угол И только я загибала За аптеку Я смотрела на ее дом А он такой серый Я смотрела на аптеку Она такая серая Я смотрела На какой-то еще Человек идет Весь такой Какой-то Неказистый Непонятный Я думала Все Не пойду я к ней Жизнь плохая Настроения у меня нет Тут уже вроде Солнце за тучку зашло Я разворачивалась И шла домой В расстроенных чувствах Это вот Ощущение себя Ну В возрасте Допустим В переходном возрасте Еще как-то То есть мы всегда Должны понимать Настроение наших детей Или когда они маленькие Да Когда исследуют То, что вокруг них Находится То есть мы Должны научиться Смотреть на мир Глазами ребенка Следующее Воспитание Не обязательно Должно сопровождаться Стрессом Ну это кто любит Воспитывать Ну По всем понимании То есть нам иногда Кажется, что Мы с вами Ну Воспитываем Дисциплинируем Когда Какое-то негативное Поведение у ребенка То есть мы Должны что-то делать И поэтому Это такой стресс Для нас Это ужас Что происходит То есть все Все Ребенок вопит Ты весь лохматый Кричишь Тут все Что-то происходит Непонятно У меня была ситуация Я когда Ну сейчас С Лизой разговариваю Со своей старшей дочерью И она мне Что-нибудь учит Ну с высоты Своего возраста Семнадцати лет Я ей говорю Знаешь, дорогая Ну например Мне она говорит Как-то ты, мама Не так воспитываешь Свою младшую дочь Она мне так говорит Я говорю Знаешь, дорогая Когда тебе было Шесть лет И мы с тобой Пришли в один магазин То ты Упала на пол Через пятнадцать минут Дрыгала ногами И орала на весь магазин Так как ты была Вся одетая И в общем-то Не маленькая Я тебя выволочь Не могла из магазина Чтобы мне как-то Вот Ну как-то Удалиться Чтобы вокруг Зрители не собирались Вот Я говорю Ну сейчас Смотря на тебя Не скажешь Что ты Как бы вот Ну ты такая вот Могла упасть Могла там Еще как-то Что-то с тобой Происходить Вот То есть Мы должны К этому С пониманием Относиться И для нас Это не должно Быть стрессом Значит Следующее Уделяйте Побольше внимания Действительно Серьезным вещам Вот мы Я поняла Что мы очень часто Относим Ну как бы Уделяем внимание Несерьезным вещам Вот как вы думаете Возможно ли Успеть сделать все Вообще все Ну все Что происходит Невозможно Есть даже такой Тайм менеджмент Когда мы с вами Ну как бы Вообще Человек Он для того Чтобы все успеть Он для себя определяет Что для него важнее Что для него Менее важно А что вообще Неважно Ну и обычно Женя недавно Заживала Обычно это 20% От того Что ты делаешь Это самое важное Если ты это сделал У тебя Ну как бы Все получается Если все Все остальное Это 80% А если посмотреть На нашу жизнь Как мы уделяем Да ей внимание То чаще всего Мы больше времени Уделяем Несерьезным вещам Ну это касается Мам Например Меня тоже касается Мне очень сложно Было Поменьше уделять Времени Порядку в доме Чистоте Крошкам Бесконечным И еще Сейчас я абсолютно Спокойна Я понимаю Что это такая ерунда Потому что Если она появляется Если это убрать Оно появится Через 5 минут Поэтому в этом Вообще нет Никакого смысла Вот Или касается Посуды грязной Или еще чего-то Да То есть мы Часто Ну каким-то Грязным вещам Иногда конечно Бывает стыдновато Когда из садика Идешь И ребенок весь такой Весь грязный Грязный идет Но вы знаете Мордашка такая Счастливая у этого Ребенка Пусть он грязный Весь Но он очень Счастливый И мне абсолютно Сейчас не зазорно Его обратно На следующий день В садик В таком же виде И увести Вот Поэтому нужно Научиться А вот как раз Для того Чтобы поиграть С нашим Чадом Или например Почитать ему Книгу Или вместе Поговорить О чем-то важном Особенно касается Наших взрослых детей Быть ему Другом Уделить ему Время Вот это Серьезные вещи Которые требуют Нашего времени И Последнее у меня Такое Его можно Не расшифровывать Живите Настоящим Моментом Живите Настоящим Моментом Наслаждайтесь Тем Что вы имеете Отсюда Выходит все И мне хотелось Чтобы мы Немножко Посмотрели Из ролика Это такой Вячеслав Полунин Вы многие знаете Шоу его Вот Мне хотелось бы Поделиться Чтобы мы Немножко посмотрели Сейчас нам село Включат Два кусочка Небольших За признаки счастья Ну это как Я как Как научный Человек Сейчас попытаюсь Значит Значит Долго мы сидели И думали Что за признаки Счастья Как же его Вот Опознать Оказалось просто Насвистывать Как только Ты насвистываешь Точно Ты счастлив Значит Первый признак Счастья Насвистывать Второй Напивать Третий Подпрыгивать Идешь Это бесспорные Признаки Доказанные Столетиями Десятилетиями Тысячами Людьми И мною И И второй Кусочек Как же Его любить Как же Его можно Вообще Любить Этот цвет Только Если Ты ребенок Вот Там Уже Один Сказал Похож На меня Борода Правда Другая Это самое Но Чтобы любить этот цвет Нужно оставаться Ребенком И это самое Лучшее правило Крови Может существовать Что такое Быть ребенком Что такое Быть ребенком Да Не написано Так Что же такое Быть ребенком Наверное Вот это называется Ух ты Наверное Быть ребенком Это значит Каждый день Говорит Ух ты Ух ты Ух ты Ух ты Потому что Вот это Определяет Удивление Перед этим Миром Через Ура А быть ребенком Это каждый день Удивляться Всему удивляться А это что А это почему А как это А хочу тоже И вот во всем Потрогать А зачем Что вы делаете И во все Это влезать Во все Это участвовать Вопреки Всему Потому что Вот это и есть Вот это В состоянии Ну не знаю Я люблю Когда вообще Прекращается Вот это И начинается Такой захлеб Жизни Когда ты уже Не реагируешь Не контролируешь Ничего не в состоянии Понять Делаешь все Просто Непонятно Почему Для чего И так далее Когда Вообще Радость Она Беспричинная Вот Настоящая Радость Она Беспричина Потому что Хорошо На свете жить Поэтому Вот это Место Вот в этом Месте Находится Главная Радость Все остальные Радости Они немножко Помогают Но Это Главная Радость В этом Месте Находится И Мерсель Марсо Мне сказал Однажды Я у многих Учился То к Райкину Приду То к Марселе Марсо То еще Кому Прилеплюсь Так И сбоку Хожу Чемодан Наношу И значит Это самое И Он сказал Нужно Учиться Токио У великих И я Так Важная Это Важная Идея Надо Как-то Воплощать За кем Надо ходить Еще Значит Это самое И Сейчас Я понимаю Что Ни за кем Ходить Не надо Оказывается Самые Великие Учителя Это наши Дети Вот Теперь Хожу Со Своими Внучками Просто Не Как же Они ухитряются На этом свете Быть счастливыми Радостными Все время Чуть-чуть И я Опять Красота Вообще И я Вот Изучаю Пытаюсь Вообще Ну как Я до сих пор Так Загадка И осталась Но я хожу За ними И записываю Все их действия Все пытаюсь Повторить Но ничего Ничего не получается Так же Как у них Вот такой интересный человек, Слава Полунин. Это к нашему состоянию. И мне теперь еще хотелось бы поговорить о разных методах. К сожалению, как-то я так не рассчитала по времени. И когда перейдем к негативному поведению наших детей, так типа, простите, мы перепрыгнули к негативному поведению наших детей. Что значит негативное поведение наших детей? Как оно проявляется? Ну, то, что нам нужно воспитывать и дисциплинировать. Что? Ну, не послушать. Как в чем выражается? Плач выражается? Плачет. Да? Негативное выражение? Ну, конечно, да. То есть у нас идет плач. Какие еще капризы Юра сказал? Истерики. С товарищем по играми подрался, игрушку отобрал. Является негативным? Забрал игрушку, да? Еще что? Все хорошие дети послушные. Это хорошо. У меня, значит, не очень. Так. Что? Дерутся, да. Ну, вот забрал игрушку, подрался у нас. Ну, давай, подрался. Что еще? Надоедает. Надоедание постоянно. Например, мама, дай мне это, мама, дай мне это, мама, дай мне это. Это негативное же, правильно? Надоедание. Или, например, ты идешь в одно место, а дети обычно сразу до тобой идут и стоят, и в двери толкаются, и кричат. А дай мне телефон, дай мне телефон, дай мне телефон, дай мне телефон. Ну, вообще. Все в нас, я бы сказала. В маму и с папой. Ну, их куча. Их очень много, этих негативных проявлений эмоций. Очень много. Кусаться они могут, да, у нас. Очень, ну, в общем, все, что негативное, все, что происходит, падать на пол. Разные истерики, разные, ну, что-то забирать, еще что-то. Более взрослом возрасте, да, хлопать дверью, швыряться вещами. Как вы думаете, возможно, без этого? Нет, это невозможно. Это нормально? Я вам больше того скажу, что это нормально. Как вы думаете, почему это происходит? Это просто для ясности нашего понимания. Почему это происходит? Вот это все, что мы написали, в общем, в основном, что это? Нет, это вот как бы к чему относится? К поступкам или к эмоциям? К эмоциям. Это все негативные эмоции. Дело в том, что дети наши, они в силу своего возраста, они не умеют управлять своими эмоциями. Более того, многие взрослые до сих пор не умеют управлять своими эмоциями, да, часто в разных ситуациях. Но дети, они только родились, даже если им там уже по 10 лет, они очень часто еще не научились. И наша роль, как родители, как те, кто заботятся о детях, там, как бабушек, дедушек, научить наших детей управлять своими эмоциями. И когда мы это понимаем, что это только эмоции, а почему они проявляются, потому что они еще не умеют ими управлять, тогда, я скажу, нам очень легче жить становится с вами. Потому что это придется временем с возрастом. И если это происходит в нашей любви к нашим детям, если мы их при этом любим, то через эти эмоции они учатся жить, они учатся понимать, они учатся ладить со своими сверстниками, они учатся очень многому в жизни. То есть это как этап, который нужно обязательно пройти. Вы скажете, но нам-то что делать с этим? Это же невозможно, да? Это нельзя ставить без внимания, да? Особенно, когда это в общественном месте находится. Или когда ваш ребенок кусает кого-то, да, в песочнице. Или когда стучит лопаткой по голове. Или когда ваш взрослый подросток, там, сын или дочь хлопает дверью и уходит непонятно где, говорит, все, я ушел. И вы не находите себе места, не знаете, где он ходит. Он приходит очень поздно домой. С этим нужно что-то делать. И для этого вот мы с вами в состоянии нераздражения. И без слез наших детей мы должны их научить. Есть такой алгоритм действий, что мы можем применять. И вот Сева включит нам алгоритм действий. Сейчас, а я сотру. Вот посмотрите, такой интересный алгоритм действий. Для того, чтобы нам понять, можно такой пример. Ну, что наш хороший ребеночек мог сделать? Как? Давайте пример какой-нибудь. У нас немножко практическое занятие. Придумайте какую-нибудь ситуацию. Что в садике сделал? Это мне как раз не к эмоциям Юра относится. Хорошо. В магазине упал на пол, да? Хорошо? Хорошее вам негативное проявление? Или, например, хочет что-то, чтобы ему купили, да? Ему не покупают. По-разному, да? Кричит, визжит или падает. Ну-ка, смотря какой возраст. Значит, первое. Моментально корректировать поведение. Например, если ребенок падает, то что мы можем сделать, чтобы скорректировать это поведение? Что мы делаем? Или кусает кого-то, да? Или что-то забирает. То мы с вами что делаем? Мы его выносим из магазина. Либо, если он кого-то кусает, что мы с вами делаем? Мы его не даем кусать. Никогда нельзя оставлять деструктивное состояние ребенка. Если он кого-то стучит, или он с сестрой или с братом ссорится из-за игрушки, что мы либо забираем игрушку, то есть мы корректируем поведение. Родители обязательно. Я знаю таких мам, которые вообще, ну, как бы, спокойно. Их ребенок там как-то, песочницы там вообще всех обсыпал песком. Еще что-то. Мама спокойно сидит на скамеечке, говорит. А он так развивается. Нет, мы не можем. Мы должны скорректировать. Причем быстро. Второе. Преподать урок. Ну, вот здесь второе. Мы сейчас поговорим немного на эту тему. Преподать урок и вооружить инструментами. Это мы в силу возраста должны объяснить ребенка или переключить его на что-то, да, что он неправ. То есть мы должны, если он кого-то укусил, мы должны ему объяснить, что нельзя кусаться обязательно. Если он забрал у сестры или у брата игрушку, или у кого-то брал, мы объясняем, что это не его игрушка. Четвертое. Установить прочные отношения с ребенком. И, конечно же, мы должны дать ему понять, что мы его любим. Какая бы ни была ситуация, мы его очень сильно любим. Ну, обычно это поцеловать можно или обнять. То есть ни в коем случае мы его не бьем по попе. При всех там страшно. Или там песок головой. Ну, некоторые мамы видела, они просто брали детей и вот так ей заставляли песок. Ну, как бы вот, да, вот такое есть. Или сыпали сами на голову песок. Вот ты там ребенок насыпал мальчику, другому насыпал. Мама берет, говорит, тебе понравится, и тоже ему, значит, сыпет на голову песок. Так делать нельзя. То есть мы же, мы-то с какой стати так делаем, да? Вот. И самое вот, как в такой ситуации себя вести? Когда происходит что-то из ряда вон выходящее, нам нужно научить, научить ребенка, чтобы вести себя, ну, как-то по-другому в данный момент. Как-то управлять, да, собой в ситуации. Конечно, это зависит от возраста ребенка. То есть тут разные приемы и разные методы. Я немножко пробегусь. Один из методов, который мне очень нравится, ну, который как-то я так опытным путем, а потом я прямо про него прочитала в литературе, это у меня так с младшей дочерью. Она у меня очень такая вдумчивая, ну, такая артистическая. То есть натура, она очень быстро, ну, так, раз, ее нет. Она вроде тут, а образ уже поменяла, вот. И когда я ей что-то говорю, я вначале расстраиваюсь, думаю, я не могу понять. Я ей говорю, так нельзя делать. А она меня не слышит, вот. А проблема в том, что когда говоришь детям, особенно, ну, вот, маленьким, да, во-первых, первое, нужно им говорить глаза в глаза. Вот нужно установить контакт глаза в глаза. То есть вы должны посмотреть. А для этого очень часто, если ребенок взрослый, если вы пытаетесь ему что-то рассказать, объяснить, то всегда, ну, ему просто говорите глаза в глаза. Если ребенок маленький, то вы должны, ну, присесть. Присесть и посмотреть ему глаза в глаза. Вот это очень хороший метод. Вот попробуйте. У меня такая ситуация была, что моя мама, она не верила этому. Я говорю, маму, говорю, ну, ты попробуй. Вы знаете, она, у нее не было контакта с Ариной. Ну, вот, она ее не понимала. Но она вот за счет вот этого глаза в глаза, она научилась с ней общаться. То есть только в таком состоянии можно с ней разговаривать или объяснять что-то. То есть глаза в глаза. Когда дети маленькие, у них еще, возможно, такой интересный метод – это переключение внимания. То есть их можно переключить. Например, ребенок увидел, ну, мороженое, да? Идет, гуляет, а там мороженое. А ребенку мороженое нельзя. А он начинает кричать «Хочу мороженое!» «Хочу мороженое!» То можно переключить его внимание. Конечно, если ребенку 15 лет, уже так не получится. Но если ребенку 3 года, это очень легко работает. То есть можно сказать «А-а-а! Птичка!» Он такой «Какое!» Все, мороженое осталось там, там птичка. Причем можно даже рассказать, какая птичка, да? Там она большая, у нее крылья огромные, клюв вот такой вот. И вообще это жар птицы, а она волшебная. И она еще, если ее поймаешь за хвост, антихвост непростой, он золотой. И если у вас фантазия хорошая, вы можете быстро очень переключить внимание. Еще есть такой метод, когда, ну, это уже более, так скажем, возьмем постарше специально детей, это когда мы предоставляем выбора. Преимущество выбора называется. Напишу. Преимущество выбора. Например, вы знаете, ну, вы понимаете, что это нельзя одевать. А человек хочет это одеть. То никогда нельзя говорить «Нет, ты не должен это одеть», потому что он это оденет все равно в любом случае. Но тогда у человека должен быть выбор. вы ему должны предоставить выбор обязательно. То есть преимущество выбора. Это касается многих вещей. Еды, одежды или занятий какого-то. Многие говорят «Нет, ты не будешь ходить на эти занятия». Например, он хочет ходить в клуб на какой-нибудь там, я не знаю, танцы, на брейк-данс или еще куда-то. Ты понимаешь, что, ну, нельзя, да, ему туда ходить по разным причинам. Может быть, дорого, если это платно. Может быть, еще что-то тебе не нравится, кто туда ходит, танцует, да. Ты понимаешь, что, ну, не то место, не сейчас, не время, еще что-то. Нельзя запрещать, нужно предоставить выбор. То есть нужно сесть, поговорить и предоставить выбор. К маленьким вернемся. Очень мне нравится такой метод. Называется, ну, это не особо метод. Есть такая, знаете, прием сказкотерапии называется. То есть ролевые игры. Я напишу ролевые игры. Вот ролевые игры, они, в принципе, я думаю, что лет до восьми они срабатывают. И мне хочется сейчас с вами поиграть. Кто хочет со мной поиграть? Никто не хочет. Что, Женя, пойдешь со мной играть? А ты должен двух зайчиков забрать из пакетика. А вот так получилось. Больше игрушек здесь нет. Я только двух зайчиков нашла. Расскажу. Как работает этот метод. Например, что-то произошло, ну, неправильно. Любая ситуация, которая есть у вас, неправильная. Например, ну, какой даже, не знаю, столько сегодня. У меня... А, с Лизой приведу пример. Вы только ей не говорите. Лиза, если ты смотришь онлайн, прости меня, пожалуйста. Был такой период, она не хотела убирать игрушки. Причем она была уже, ну, и не совсем маленькая, но и небольшая. Вот. Она не хотела убирать игрушки. Заставлять было бесполезно. Когда была совсем маленькая, мы с ней тоже есть такой прием, когда вовлеченность, когда вы вместе делаете. Например, говоришь, а давай вместе. Ставишь коробку с игрушками и начинаешь кидать ее. Это вообще круто. Вот это быстро игрушки собираются. Вот. Но тут уже не срабатывало. И она каждый раз не хотела. Я не хочу, я не буду. Раздражалась, кричала. Вот. Ну, и я думаю, что же мне делать? И как-то сами, сами уже взрослые, будете обучаемые ролевым играм, проиграли данную ситуацию. Я подумала, почему бы мне не поиграть с ребенком. Ну, думаю, даже если ничего не произойдет, я с ней поиграю. А если произойдет, двух зайцев убью. Вот. И я ей предложила. Я говорю, Лиза, ты, ну, давай поиграем. Давай ты будешь. А тут важно что? Вам нужно эту ситуацию проиграть. Но не самим. То есть вы не должны быть мамой или папой. И ребенок не должен быть ребенком. То есть тут важно всегда взять игрушку какую-то. Либо игрушку, либо вещь. Ну, что это должно быть? Вовлеченное. И в первый раз проиграть эту ситуацию так, как будто вы не мама, а вы ребенок. А ребенок, он ваша мама или папа. То есть я взяла маленького зайчонка и сказала, что я буду маленький зайка, а ты моя мама. Ну, папа. Ладно. Папа. Вот. И мы ситуацию проиграли. То есть мы играли, у нас была норка, у нас была... Мы туда убегали с мамой. И в какой-то момент жили жизнь, как мы живем обычно с Лизой с утра. У нас был завтрак, у нас было все. И когда пришло время собирать игрушки, а она еще не только не собирала игрушки, она еще спать плохо ложилась. То есть с истериками, не хотела идти спать. В общем, это все. И когда время дошло до собирать игрушек, это уже не заяц, это уже не знаю кто. Вот. Тогда папа заяц говорит. Ай-яй-яй. Почему? Игрушки собери, пожалуйста. Игрушки собери, пожалуйста. Ну, это говорит ребенок мне. Причем он сам, она сама дошла до этого момента. А я, вот тут я оторвалась. Я и орала, и кричала, и кидала игрушки, и швыряла подушки. Я говорю, я не буду игрушки собирать, я не буду спать ложиться, и вообще там все, ты меня не любишь. Ну, в общем, во всех проявлениях. Мне было очень весело и интересно. Лиза вначале смеялась. Тоже дико хохотала. Для нее это было очень интересно. Потом ей стало не по себе. Ну, что-то с мамой не то происходит вообще-то. Вот. Она так замолчала. И тут началось очень интересное. Она начала мне говорить все те слова, убеждать меня собирать игрушки, ложиться спать именно так, как я ее убеждаю. Один в один, от начала до конца. И она пыталась всякое разное. И так, да ты ведь молодец, да ты ведь у меня послушный зайчонок. Давай, давай. Ну, она пыталась сказать, мама. Я говорю, нет, я не мама, я вообще зайчонок. Вот. Ну, в итоге мы проиграли. И второе... Я говорю, ну, давай еще раз поиграем. Что-то я какой-то непослушный зайчонок, но хочу еще раз быть послушным. И мы, когда второй раз проиграли, я уже послушалась. Я хочу сказать, сработала на один раз. То есть с тех пор она сразу же стала собирать игрушки. Потому что каждый раз, когда ей говорила, Лиза, пойдем собирать игрушки, ложиться спать, она на начале смеялась, потом все это делала. Потому что она сразу вспоминала наши проигры. Конечно, это... Спасибо, Женя, большое. Ты хороший зайка-мама. Вот. Очень хорошо срабатывает. Это даже... Эти игры не очень помогают, когда дети боятся. Когда какой-то страх или еще что-то происходит. То есть проигрывать. Иногда наши дети, ну, так отвлеченно, да, если мы говорим об этом, они иногда не имеют выражать то, что произошло за день. И бывает, что-то за день происходит, то, что немножко им навредило, да. Я не знаю, что. Всякие ситуации бывают. Они могут напугаться злой собаке во дворе. Гуляют, там злая собака какая-то пробежала, напугаться или еще что-то, или они что-то увидят, ну, неподобающее, ненужное, да. У нас сейчас, к сожалению, очень много всего нехорошего происходит на улице. И они в силу возраста, даже взрослые наши дети, они иногда подсознательно не могут объяснить, что произошло, чего они боятся. Вот когда вы хотите что-то узнать, вы тоже можете это проиграть. Чаще всего они в этих играх рассказывают, говорят, чего они боятся, или чего они хотят, или что происходит с ними. Они открываются перед нами. К сожалению, как-то я так, у меня так еще очень много было методов, но дело не в этом. Дело все в том, что методов огромное количество, потому что это наша жизнь, и очень часто мы с вами сами, ну, понимаем, что нам нужно. Мы это чувствуем. И для этого, конечно же, нам нужно иметь открытое сердце, быть чуткими к нашим детям, друг ко другу, к нашим мужьям, женам, к нашим родителям. Выстраивать эти отношения и быть радостными в этом, быть такими, ну, наполненными, что ли, Божьей благодати, спокойными, терпеливыми. Выстраивать отношения достаточно трудно, особенно со взрослыми детьми. Бывает с ними непросто. Но хочу сказать, конечно, когда ребенок маленький, мы можем это более подробно объяснить, более понятно показать. Когда они вырастают, мы уже не можем это объяснить, показать, ну, вот как в игре. Но мы с вами можем быть им хорошими друзьями и любящими, заботливыми родителями. И если они это видят и чувствуют, то они всегда будут понимать и осознавать Божью любовь в их жизни. И это осознание, понимание никогда не покинет их. Они всегда будут знать, что кто их любит, кто их защищает и кто будет рядом с ними, несмотря на то, что происходит вокруг или внутри них. Давайте помолимся вместе. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за этот день, за этот вечер. Мы благодарим Тебя, Господь, за наши семьи, за Твою милость к нашим близким людям. Мы благодарим Тебя за наших родителей, за наших детей, за наших супругов, за тех, кто рядом с нами, за наших братьев и сестер. Спасибо Тебе, Господь, потому что Ты создал наши семьи. Ты создал не только Церковь Божия, но Церковь Божия наполнена, Господь, нашими семьями, нашими взаимоотношениями. И Ты также, Господь, повелеваешь, предлагаешь нам, Господь, именно эту любовь нести в наш дом, нашим ближним, Господь, тот, кто рядом с нами находится. Спасибо Тебе, Господь. Также укрепи нас, Господь, научи нас. Если мы сами что-то не можем или не понимаем, неси ясность и дай нам силы и понимание, Господь. Благодарим Тебя, дорогой Небесный Отец. Спасибо Тебе.